Ноги не поднимать! 15 команд образовательных учреждений областного центра на прошедших выходных состязались в прикладном виде спорта, в туристских соревнованиях. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню туризма. Этапами борьбы школьных команд стали прохождение пешеходной дистанции в переправе по веревке с перилами и навесной переправе. Разжигание костра и перетягивание нити, вязка узлов, определение азимута на карте с помощью компаса и установки палаток. Почему организаторы выбрали место соревнования именно сопку в районе Горняка, вечернему Магадану рассказал педагог дополнительного образования детского экологического центра Сергей Райзман. Тут целый ряд преимуществ. Ну, начать с того, что это солнечная сторона, как вы заметили. Да, и здесь эта территория обогревается до поздней осени достаточно хорошо. Здесь прекрасный рельеф для организации туристических соревнований. Здесь есть возможность устраивать спуск, устраивать подъем. Можно разнообразить этапы, можно их варьировать. Здесь достаточно взрослые толстые деревья, между которыми можно провешивать веревки разнообразные, переправы делать. И в то же время одно из немаловажных условий – это все-таки достаточно близко к городу. Состав команд 5 человек. Причем обязательным условием было наличие в команде не менее двух девочек. Команды делились на две возрастные категории – 12-13 и 14-17 лет. В младшей возрастной группе победителями стали Первое место – команда «Этти Детти» из гимназии номер 13. Второе место – команда «Туристы» из школы номер 7. Третье место – команда «Дюрал» из лицея номер 1 имени Крупской. В старшей возрастной группе места распределились следующим образом. Первое место – команда «Скалолазы» из школы номер 21. Второе место – команда «Таежники-2» из школы номер 2. И третье место – команда «Дикое племя» гимназия номер 13.